Восьмидесятый год, афганская граница. Отряды, переодетые в форму советской армии, пересекают реку Пянш. Война в соседней стране, в которой участвовал СССР, длилась 10 лет, но даже после вывода войск эти секретные подразделения продолжали выполнять свою миссию в Афганистане. Есть документы, что хранятся под грифом «секретно», совершенно секретно. Но бывают тайны, которые не доверяют даже архивам. Мы в Таджикистане, на афганской границе, 800 километров от Душамбе, далеко в горах. Мы здесь для того, чтобы открыть страницу истории, которая совсем недавно считалась секретной. Речь о специальных операциях пограничников во время афганской войны. И вот сейчас мы должны пересечь реку Пянш и углубиться в Афганистан примерно на 100 километров, чтобы самим увидеть, где все происходило. Наш путь начинается в Душамбе. Мы отправляемся на юг Таджикистана, в населенный пункт Ишкашим. В ночь. Российские пограничники, которые до сих пор служат в этой республике в качестве советников, обещают оказать содействие. Чем закончится наше путешествие, одному богу известно. Значит, сколько нам надо проехать километров? Какие-то спиды. Сот с копейкой. Сот с копейкой. Можешь засидеть? Десятки лет о подвигах пограничников в Афганистане официально говорить было запрещено. Поступила действительно команда. Все документы, которые бы свидетельствовали о наших действиях в Афганистане, вот, значит, уничтожить, сжечь и доложить. Анатолий Мартовицкий, генерал-лейтенант погранвойск КГБ СССР. Руководил боевыми операциями в Афганистане с 85-го года и до конца войны. Мне лично пришлось уничтожить много, значит, записных книжек, там, значит, я вел переговоры с отдельными командирами подразделений, их частей, значит, допустим, 518-й полк, очень хорошо, значит, дивизии, значит, вели разговоры, они ездили к нам в гарнизон, вот, и предстоящие операции мы обсуждали вместе. Наша маленькая колонна из двух уазиков въезжает в приграничную зону. Как раз в этих местах в 80-м году началась реализация секретного плана КГБ СССР под названием «Крыша» по переброске наших пограничников в Афганистан. Кадры 30-летней давности. Та же дорога, по которой мы едем сейчас. Сколько же боевой техники прошло здесь во время афганской войны? Там одна дорога вдоль идет Пянжа, вот, начиная от, по сути дела, от Ишкашима, Лянгара и до самого Калайхума и дальше, вот на этом участке. Евгений Неверовский, генерал-лейтенант погранвойск КГБ СССР. С 81-го по 85-й годы руководил боевыми операциями в Афганистане. Постоянные обстрелы, постоянное минирование этой дороги. Значит, чабана одного убили. Затем, значит, банды переходят, скот воруют у нас. А в задачах пограничников одна из них стоит такая – защищать местное население на границе. И вот другого способа просто, чтобы с нашей территории, ну, нету возможности, пришлось туда входить. Памир, Высокогорье. Суровое место. Здесь выжить и то непросто. А нужно еще охранять государственную границу. Каждая проезжающая вдоль реки колонна открыта, как на ладони. С одной стороны – ответственные склоны гор, с другой – быстрый пянш. До воюющего Афганистана 100-150 метров. В те дни ситуация на границе все ухудшалось и ухудшалось. На участке Трактабазарского отряда где-то 80 случаев минирования дорог. Поэтому, чтобы подорвать, значит, попытки предпринимались захватить наши пограничные наряды. Но это им не удавалось. Но все равно попытки были. Наряды и высланные группы поддержки застав, тревожные группы, они, значит, быстро реагировали. В постоянной готовности были соответствующие средства, в том числе и вертолеты. И вот такие попытки пресекались. Наша задача – попасть в Афганистан. Вместе с нами едут два ветерана, участники тех событий. Один офицер запаса, другой – действующий полковник. Как отреагируют на их появление простые афганцы? Придумывать какие-то легенды мы не собираемся. Приедем и скажем – вы такие-то, такие-то, вот офицеры, они здесь воевали. Хотим увидеть, где конкретно все происходило. Один из ветеранов – Николай Скорынин. Его кабинет на Лубянке, а выслуга лет больше, чем в собственной возрасте. В Афганистане Скорынин командовал маленьким гарнизоном. И еще восемь лет потом служил на этой границе. Когда обычно мы видим военных? На параде, когда проходят учения крупные или в репортажах из горячих тушек. Но все это лишь маленькие фрагменты жизни военного. За кадром остаются тяжелый быт, лишения, переезды, служба в таких отдаленных местах. Хроника начала 80-х. Нам удалось найти ее в архиве. Пограничники едут вдоль Пянджа по территории СССР. Что касается боевых кадров, все пленки, снятые операторами КГБ в расположении погранвойств в Афганистане, были изъяты и сожжены. По всем отрядам путешествовала спецкомиссия. Скрывались сейфы, изымались все документы. Если хоть какой-то намек на Афганистан, моментально в печку. Счастливый случай свел нас с Андреем Гуни. Он военный хирург, служит в Подмосковье, в госпитале пограничной службы ФСБ России. Андрей – ветеран той войны. Гуни, отправляясь в Афганистан, он взял с собой вот эту любительскую кинокамеру. Это, ну, сейчас уже точно раритет. Такие камеры, хоть они вроде бы не так старые, но все равно уже им никто не снимает. Это ваша камера, которую вы снимали в Афганистан? Вот эта камера, она со мной прошла, вот эти вот все два гуня. Она совершенно спокойно работает. Гуня своей пленки никому не отдал. Она железная, неприхотливая, то есть военная камера. Не требовала никаких источников энергии, механическая. То есть, если посмотреть, вспомнить фильмы, хроника Великой Отечественной, когда показывают кинооператоров, ну, это примерно то же самое, только немножко лучше. Вот, и все. Вот она, кинокроника Андрея Гуни, снятая им в Афганистане. А это он сам. Каска, разгрузка, совсем не похож на врача. Бесценные кадры. Пускай они не такого высокого качества, но события, которые на них запечатлены, вошли в историю нашей страны. В самой войне, конечно, очень мало там, да? Жизнь на войне. Там есть и кадры людей, которые погибли. Ой, притом, там был кусочек большой, правда, буквально. За несколько часов до вылета, не хватит, за несколько часов до своей гибели. Ну, совершенно сверхслушник. Ну, как-то детворе показывал, пытался показать, когда они были школьниками. Ну, честно говоря, они не очень проявляли интерес, а вот друзья и знакомые, там бывшие одноклассники, однокурсники, если получалось, для них, конечно, было интересно. Мы едем уже 10 часов. Ландшафты меняются один за другим. Скалистые горы, альпийские луга, и вот теперь водопад. Памир – это одно из красивейших мест на свете. Когда-то ездить по этой дороге было опасно. В начале 80-го года в Москву стала поступать информация. В приграничной афганской зоне действует банда. Она жестоко расправляется с активистами. Их трупы сбрасывает в реку Пянш. Действительно, тела несчастных все чаще стали находить прибитыми течением в советским берегах. Наши граждане, которые уже давно забыли, что такое война, были в ужасе. Мы проезжаем над небольшой переправой. Место торговли. Афганцы покупают здесь продукты, горючее, вещи первой необходимости, которые доставляют из соседней республики. Когда войска вводили в Афганистан, чтобы преодолеть Пянш, была проведена целая операция. В 80-м понтонщики навели несколько переправ. И по ним двинулись советские полки и дивизии. Что касается пограничников, они переправлялись тайно. Небольшими группами на резиновых надувных лодках. А потом уже на афганской территории собирались сводные боевые отряды до 100 человек. Устанавливали свои лагеря, тщательно маскируя принадлежность КГБ СССР. Мы не могли говорить, и это не рекомендовалось. Мы представляли, как советская армия, подразделение советской армии. И были также вооружены, оснащены так же, как армейцы. И носили даже форму армейскую, цвета хаки. А еще через два года из Москвы пришло секретное распоряжение. Значительно усилить погранконтингент КГБ СССР в Афганистане. И начался отбор солдат и офицеров со всего Союза. Из них комплектовались штатные мотоманевренные группы, которые разместили во всех шести северных провинциях Афганистана. Если мы получили информацию, что где-то что-то готовится, мы принимали соответствующие меры. И проводили, так скажем, малые и большие операции по ликвидации не только угрозы нашей государственной границы, а и ликвидации этой бандгруппы. Переночевав в одном из приграничных гарнизонов, мы продолжаем свой путь. Чем ближе Ишкашим, тем заметнее меняется настроение наших ветеранов. Они все больше молчат, вглядываясь в набегающую дорогу. Наверное, дома в Москве им казалось, а что тут такого? Сядем, поедем. Воспоминания. Они порой бывают такими тяжелыми, тугими, как медицинский жгут, наложенный при ранении. Николай Рулев. Воевал в Афганистане пять лет. 79 боевых операций. Ранение и контузия. Парадокс. Люди, которые многое прошли, и вроде им есть что рассказать, но вопрос, что такое война, обычно отшучиваются или молчат. Тем, кто не был, все равно не по ним. Остальным и говорить-то не надо. Так обозначится. Я в полкинике был, 82-83. А я в Лашкаргахе, спецназ. И тогда память начинает работать. В бешеном ритме, выстреливая картинки одна за другой. 320-й, на исходном 150. Однажды был случай. Летели солдаты, менять сидящих за речкой друзей. Ну, чтобы отдохнуть, помыться, побриться, а тут банда прорвалась. Смену взяли и бросили прямо на головы маджахедам. Атака вышла удачной. Так и родились у пограничников десантные группы. В одной из них воевал и рулев. Наконец-то Ишкашим. Сначала это был советский погранотряд, потом стал российским, теперь таджикский. Но здесь до сих пор есть наши офицеры. Служат со времен афганской войны. Теперь уже в качестве советников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова